Добрый день! Я хочу призвать вас сеять, сеять в вашей жизни, сеять в жизни близких, в судьбы, в те ситуации, которые вы хотите, чтобы менялись, в церковь, в любое, что есть на вашем сердце. Изменения возможны. То есть сеять с верой, что изменения возможны. Я очень люблю пророческое служение. И особенно изменения в моей жизни начинаются, когда я получаю какие-то пророческие слова. Они меня вдохновляют, мотивируют для действия. Получали ли вы пророческие слова в свою жизнь? От Бога или через людей? А что вы делали с ними дальше? Все ответы сразу я сейчас не услышу. Но вы знаете, что вы с ними делали. Бог сотворил нас по своему образу и подобию. И в нас есть эта сила Творца. Мы способны творить. Разные инструменты у нас есть для этого. Мысли, слова, действия. Иногда нужно делать все сразу, чтобы приходить к этому. Так вот, когда я получила одно очередное слово в свою жизнь, мне было крайне дискомфортно. Мне оно очень нравилось. Но я понимала, что то место, где я нахожусь на тот момент, оно крайне далеко до того, куда меня направляют. Даже на уровне мечтаний у меня это в голове не было. Я даже не мыслила о себе так широко, как то, что мне озвучивали. Но я в это очень поверила. Я хочу здесь сейчас вас вдохновить на то, что закон сеяния и жатвы, он не прекратится до конца наших дней. И основное, что сейчас прошу вас сделать, это вспомните эти слова. Одно или несколько каких-то пророчеств о вас, о вашей жизни, о вашей судьбе, о предназначении для вас. Второе, поверить в это слово. Вспомнить хорошо, ну было такое, ну ладно, но теперь поверить. Принять, что оно было лично для вас, что оно было именно о вас. И что Бог не ошибся, Он ничего не перепутал. Если Он это сказал, зная, где вы находились в тот момент и каким образом жизни вы тогда жили, неважно. Он знал, куда Он хочет привести. И третье, сеять в это. Ваши молитвы, ваши размышления, ваше время, ваши слова, ваши финансы, ваши действия конкретные. В Исаии 44, 24, 26 и 28 написаны такие слова. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матери. Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своей силою расслал землю, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников, который говорит Иерусалиму, ты будешь населен, и городам иудинам вы будете построены, и разваленный его я восстановлю. Иерусалиму, который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет об Иерусалиме, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. Предположу, что на тот момент царь Кир еще даже не в курсе был об этом, когда Бог говорил это пророчество. И я уверена, что на тот момент еще даже Бога не знал. Но у Бога был план о нем. И это провозглашалось сначала пророками, но потом это слово стало реальностью в его жизни. Сначала кто-то или Бог сам вложил в ваше сердце это слово, и со временем оно начало жить внутри вас. И еще это кажется нереально, но фактически, когда Бог сказал, это стало так. Поэтому, если мы видим сейчас полную противоположность той картины, которую Бог о нас говорит, не усиливайте ее вашими словами, страхами, переживаниями. Это хлам. Как в наших квартирах иногда бывает накапливается много ненужных вещей, сломанных, еще испорченных каких-то. Это хлам, который нужно выкинуть, с которым нужно расстаться. Попытайтесь каждый раз, когда будет это сомнение подходить к вам, выкинуть его. Успокоиться в его сердце, успокоиться в его присутствии, узнать, что он думает об этой ситуации сейчас. Какой шаг на данный момент мы можем сделать в направлении к этой мечте, чтобы она стала еще ближе к нам. Это процесс. Я хочу, чего я так сильно боялась сегодня, поделиться с вами личным свидетельством. Оно будет в виде фотографий. Потому что мои слова о хламе дома или еще о чем-то вам мало что скажут. Фотографии будут ярче. И я не на все осмелилась, чтобы их выставить вам на обзор. Несколько. То есть я к тому, что в каких-то сферах может быть намного хуже, в каких-то лучше. Кто-то из вас, может быть, уже в этих сферах достиг идеальных результатов и больших побед. И я с вами за это радуюсь, потому что я знаю, чего это стоит. Кто-то, может быть, находится на таком положении, как я. Или находился. Кто-то, может быть, еще даже не задумывается об этом. Неважно. Я верю, что в вашем сердце не будет осуждения. А вы вместе со мной порадуетесь тем изменением, которые происходят в моей жизни. Потому что я поверила в то слово, которое Бог обо мне сказал. Когда я в него поверила, но моя реальность совершенно не соответствовала этому. Когда не знаешь, с чего начать, потому что все очень-очень печально. Потому что время, которое я тратила на служение Богу в течение двух недель, я вообще забыла и забила на все, что происходило дома. Пришло время мечтать о том, как можно это изменить. И что я хочу, чтобы изменилось. Дети не очень пока что любят наводить порядок. Но нам нужно учиться этому делать вместе. Каждой вещи нужно найти свое место. Как в наших мыслях, как в наших действиях. И я в их комнатах пыталась раскрасить все стены, но у меня не хватало на это время и довести это до конца. Каждый раз в их шкафах происходило что-то невероятное. И они рыдали, потому что они понимали, как это сложить. Их активность убивала любые крепкие вещи. Но когда мы просим об этом Бога помощи, Он ее дает через тех, кто находится рядом. В каждом из вас есть ответ на нужду кого-то, кто здесь сидит с этой нуждой, А может быть в мире, кто сюда даже не заходит. Я училась многому за этот процесс. Профессии, которые я даже не знала, как называются. А потом получила подарок. Крайне неожиданно. Теперь мы готовимся еще более активно, Еще больше ждем тех подарков, которые Бог нам готовит. Используем время мудро. Учимся у муравьев трудолюбию. Паук лапками цепляется и в царских чертогах оказывается. Каждый из нас будет там, если мы будем делать по этому маленькому шагу. Благодарить тех, кто рядом. Благодарить Бога за то, что имеем сейчас. Обязательно отдыхать. И наслаждаться жизнью. Это только маленький процесс. Это всего лишь там одна-две комнаты, ну или какие-то кусочки вы видели. Квартира большая. Место, где еще работать, вот так. Но я хочу вместе с вами радоваться, праздновать вот эти маленькие шаги, эти маленькие победы. Потому что возможности делать, даже начинать этот ремонт не было вообще. Но мы начали с того, что просто разбирали хлам, выкидывали мусор, выкидывали все, что сейчас уже не сломано, не нужно или неправильно. И на каждый наш следующий этап Бог давал что-то новое. Бог давал маленькие вложения. У нас нужна шпаклевка. У нас приходят деньги на это. Нужна краска. Следующий этап. И пока мы не решим вопрос тем, что у нас есть, он не давал следующий. И я хочу вас вдохновлять, чтобы вы использовали то, что у вас есть. Не боялись начинать двигаться в том направлении, которое вам показывает Бог. Что там менять внутри. И я хочу предложить вас сейчас встать, чтобы молиться. Потому что иногда в нашей жизни есть проклятия, которые мешают нам войти в благословение. Иногда что-то останавливает, иногда что-то удерживает. И пусть сегодняшняя молитва будет такой кардинальной точкой, после которой в наших жизнях будет что-то меняться. Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты дал нам силу Своего Слова. Ты дал наши уста меч. Ты дал наши уста жизнь, которую мы хотим провозглашать сейчас над нашими судьбами, над нашими семьями, над нашими предназначениями, призваниями. Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты подарил нам великое будущее. Ты подарил нам то, куда мы не можем прийти сами. Но Ты обещал, что Ты поможешь. Ты обещал быть всегда рядом. Ты обещал участвовать в каждом этом процессе. И я прошу Тебя, Иисус, провозгласи сейчас Своё Слово над нашими жизнями. Чтобы всякое проклятие над нами, над нашими судьбами, семьями, городами, странами, церквями, оно было Тобой разрушено. Твоя кровь уже была пролита. Твоей жертвы было достаточно. Поэтому всё, что могло останавливать Твоим благословением, прийти в нашу жизнь. Мы говорим, хватит. Ваше время закончилось. Пришло время благодати. Пришло время Твоего Царства. Пришло время Твоей победы в нашей жизни. Иисус, мы празднуем с Тобой начало чудес. Мы празднуем с Тобой начало побед. Мы празднуем с Тобой процесс, в котором мы двигаемся. В котором Ты меняешь наше мышление, освобождаешь от сомнений, от страхов, от переживаний. Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты делаешь в нашей жизни, что мы отвоевываем территорию постепенно, чтобы никакие хищные звери не могли завладеть ею. Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты работаешь с нашим сердцем и двигаешь нас в Твое Царство. И пусть каждое семя, каждый рубль, каждая молитва и слово будет сейчас посеяно с верой, немало не сомневаясь в том, то, что Ты сказал, будет так. В каждое слово о нас, о наших семьях и жизнях. Иисус, то, что Ты обещал, мы к этому придем, это уже так. Иисус, я благодарю Тебя, что Ты вне времени, Ты видишь начало и конец в один момент. И Ты видишь процесс, как мы туда придем. Я прошу Тебя, пусть Твой ветер для нас будет попутным, пусть Твоя сила будет наполнять наши паруса, чтобы все тайное, все сокровенное наших сердец, Твоих мечтания нас стало явным для всего мира, чтобы мы были способны являть Твою славу везде, куда мы идем. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Продолжение следует...